друзья всем привет сейчас вечер я занесла растение с улицы домой уже на улице темно вот в окно смотрите там вообще уже ничего не видно тьма тьмущая и решила не выставлять из ящиков свои растения а пока они здесь стоят решила снять видео на актуальную тему сейчас весной это удобрение для суккулентов многих волнует сейчас этот вопрос нужно ли подкармливать суккуленты в каком количестве когда начинать подкормку вообще для чего она подкормка потому что весной растения оживают выходят все из спячки вот сейчас все они уже вышли из спячки в том числе даже литопсы кактусы тоже тронули тронулись в рост многие и также зацвели уже многие кактусы и поэтому сейчас наиболее такой актуальный вопрос это подкормка потому что когда растение начинает активно вегетацию то как известно и ему нужно большее количество минеральных веществ нежели чем зимой и в период полустагнации то есть период частичного покоя потому что период полного покоя растению вообще не нужно никаких удобрений никаких минеральных веществ растение отдыхает корневая система у растения не работает так вот когда и как нужно удобрять суккуленты когда чем и с какой периодичностью вот на эти три вопроса я сегодня постараюсь ответить вопрос когда известно что суккуленты растут в природе на песчаных каменистых почвах поэтому исходя из этого можно сделать вывод что суккуленты не слишком нуждаются в удобрениях и также они не требовательные минеральным веществам в составе почвы получая воду при поливе суккуленты вместе с водой получают необходимое количество для них минеральных солей минеральных веществ которые находятся в воде также вода попадая на почву она разлагает со временем некоторые компоненты и растения корнями всасывают эти компоненты всасывают эти минеральные вещества себя корнями и поэтому суккуленты могут очень длительное время находиться без подкормки исходя из природных условий там их конечно никто не подкармливает там они получают удобрения только с поливом то есть с дождевыми водами и с тем что дождевая вода разлагает многие компоненты на другие составляющие и вот этим всем растения питаются но в комнатных условиях конечно же у нас нет дождевых дождей дождевых дождей в комнатных условиях у нас нет дождей и вот той дождевой воды в которой наиболее максимальное количество минеральных солей и поэтому поливая суккуленты простой водой из-под крана конечно же минеральных веществ наши растения получают меньше намного но тем не менее суккуленты также могут просуществовать без подкормки без тех же без тех же дождей очень долгие долгие годы ну просто они будут слишком такие знаете не слишком компактные листья у них будут не слишком пухлые но цвет у них будет также яркий даже еще ярче чем с подкормкой и как бы на внешнем виде это не очень будет отражаться но все же если вы стали замечать что ваше растение перестало расти то можно побаловать ваш суккулент подкормками но с определенной периодичностью удобрять суккуленты следует только в период вегетации то есть период активного роста зимой и осенью суккуленты удобрять ни в коем случае нельзя потому что рост растений замедляется световой день становится меньше и если мы начнем удобрять в этот период суккуленты они сто процентов вытянутся и окончательно потеряют окрас розетки станут рыхлыми у некоторых суккулентов зимой вообще период покоя это такие растения как литопсы кактусы и полив и тем более подкормка в это время вообще исключаются также не следует подкармливать летом весной когда держится достаточно долго дождливая погода и ваши суккуленты стоят на улице либо на балконе с открытым окном потому что температура воздуха снижается влага сохраняется и в почве долго так как суккуленты в дождливую погоду и в холода они начинают замедлять свои все биологические процессы корни перестают работать и естественно перестают потреблять влагу и поэтому влага это остается в почве и неиспользованная она может привести к загниванию корневой системы а так как еще вода это будет плюсом удобренная то есть с различными минеральными веществами то корни и растения могут могут просто сгореть получить ожог и не воскреснуть то есть корневая система может полностью погибнуть и поэтому в этот момент когда на улице становится прохладно когда начинается какой-то период дождей который из кратковременного превращается в затяжной вот именно в этот момент конечно же не поливать не тем более подкармливать нельзя потому что в этот момент растению совершенно не требуется питательных веществ и на некоторое время рост растений прекращается также еще один нюанс вот когда растение зацветает конечно же ему в этот период куда ты лезешь уйди когда растение зацветает то в этот период растению требуется большее количество минеральных веществ но дело в том что некоторые растения зацветают не всегда весной не всегда летом вот их и вере и они цветут можно сказать круглый год одна цвела другая зацвела вот у меня сейчас здесь два ящика и в этом в этом ящике у меня три цветущих растения вот это эхиверия цветет вот этот цветет даже четыре растения вот этот цветет и вот эта красавица фиона вы знаете у нее малиновый цвет но сейчас вот при ночном можно сказать освещение тусклым она прям совершенно какая-то нет невзрачной страшненькой на самом деле она необыкновенная просто такой малиновый малиновый цвет никак не получится сфокусироваться как-то вот чуть-чуть вот приближенно но все равно не так и вот когда растение зацветают многие думают что раз растение зацвело значит она активно растет и она его нужно обязательно подкормить но нет дело в том что здесь нужно уже исходить из того такая физиология у этого растения дело в том что все красула зацветают осенью а осенью световой день становится ниже меньше то есть световой поток уменьшается в разы и растение готовится к спячке ну украсывал спячка такая она относительная ее практически не бывает но все равно растение замедляет рост и если в этот период подкормить растения цветущие осенью зимой то это будет большая беда растение вытянется растение станет рыхлым и конечно же делать этого ни в коем случае нельзя ну как всегда выгоняла кошку и прерывалась так про что я говорила про удобрение цветущих растений осенью ну в общем если ваше растение развивается нормально если она нормально себя чувствует если вы не замечаете во внешнем виде растения никаких таких отрицательных моментов то можно очень долгое время не подкармливать суккуленты потому что как я уже сказала они прекрасно обходятся без подкормки долгое продолжительное время но если вы в растении видите такие отклонения как допустим полная или частичная остановка в развитии отсыхание отдельных побегов формирование красных пятен на листьях но я не могу сейчас показать вот этот пример это не вот то что вот допустим естественное покраснение розетки это знаете бывает это вот вот это совсем не то что я вам показываю это вот естественное красить покраснение розетки под воздействие под воздействием солнца под воздействием водного голодания розетка окрашивается я рассказывала в одном из своих видео почему суккуленты окрашиваются а вот в этом случае появляются на листьях такие ой куда цвет пропал совсем ничего не видно появляются на листьях такие пятна красноватого цвета ну то на внешней стороне листа такие как крапинки это говорит о нехватке минеральных веществ также допустим цвет листиков если меняется то есть вы содержите растения постоянно в одинаковых условиях поливаете одинаковое освещение но вот в какой-то момент листья поменяли цвет либо начали обильно отсыхать начали желтеть ну вот этот момент конечно нельзя путать с переливом потому что при переливе тоже листья меняют цвет начинают желтеть начинают становиться прозрачными это совсем другое а вот когда вы знаете что вы точно не заливали растений но она как-то вот начинает чахнуть какой-то она становится страшненько и некрасивая это конечно же звоночек к тому что ему не хватает каких-то минеральных веществ еще один пример растение у вас прекратила рост вот оно росло росло вот допустим в горшке да вот это растение к примеру это эхиверия она росла росла и вдруг какой-то момент она прекращает расти вы это замечаете и вы думаете что ему маловато посуда вот эта розетка как раз она сейчас на уровне своего горшка 7 сантиметров и она прекращает расти вы думаете что да наверное ее пора пересадить вы вынимаете растение земли приготовили грунт и когда вынув его из земли вы замечаете что у этого растения очень слабо развитая корневая система то есть почему она не почему она замедлила рост потому что у него очень слабые корни а чем меньше корню растения соответственно растение меньше получает минеральных веществ потому что чем больше корней тем больше всяких полезностей растения в себя вбирает из почвы и вот это ослабленная корневая система говорит о том что растению недостаточно кальция также если растение долго не цветет это тоже звоночек тому что ему не хватает минеральных веществ если у растения растение выбросила цветонос но цветонос так и не развился у меня кстати в прошлом году было такое с одной из красу то есть цветонос красула выбросила то есть цветочки бутончики вот-вот должны распуститься я жду 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 вот и так оно и не расцвело так они этот цветонос засох в стадии бутонизации причем что-то действительно с ним пошло не так потому что это красула зацвела наверное в июле где-то в середине лета что для красу совершенно не характерно значит что-то ему не хватило ну а чего ему не хватило естественно его нужно было подкормить но я его подкормила и она потом зацвело уже ближе к осени туда ближе к декабрю нужно ну как бы насытилась и нормально ему все стало и вот когда отмирают бутоны когда отсыхают цветки когда они не распускаются когда цветоносы слабо развитые это также говорит о нехватке растению железа но если вы такое видите если вы просто ну вот у вас ну нет под руками удобрения да можно просто положить в почву засунуть небольшой гвоздь желательно ржавый потому что в ржавом гвозде уже пошел процесс окисления и железо это выделяется в почву и вот вы поливая растение с периодичностью постепенно даете этому гвоздю ржаветь еще больше и это это железо попадает в почву и поглощается растением но не нужно перебарщивать небольшой гвоздь на горшочек потому что всего должно быть в достаточном количестве но не больше потому что избыток удобрения избыток минеральных веществ точно так же как и его нехватка влияет пагубно на развитие растения вот это были основные признаки но и перечисленные когда есть стимул полить ваши растения теперь перехожу к вопросу когда и чем подкармливать вернее чем подкармливать про когда рассказала ну это все наверное знают что для суккулентов неприемлемо совершенно органика то есть органическими удобрениями такими как гумат такими как навоз коровяк куриный помет настаивают если для лиственных растений это очень эффективное средство то для суккулентов это будет ну прямо скажу губительно потому что в органике содержится очень большое количество азота азот влияет на рост растения а так как суккуленты медленно растущие растения то азота им требуется очень очень мало конечно совсем исключать азот тоже нельзя но его количество в удобрениях должно быть минимальное вот допустим вы поливаете растение свое органикой розетки начинают расти бешеным темпом вы сначала радуйтесь ой какой она пышненько какой она жирненько какой она прикольная вы вас порадовал первый результат и вы начинаете поливать повторно и что происходит происходит то что начинается рост внутренних тканей в растении и рост этот очень активных и очень стремительный но кожица растения не справляется с этим ростом потому что кожица растет намного медленнее чем внутренние клетки внутренние ткани и происходит разрыв кожного покрова у растения и в связи с этим появляются на листьях шрамы трещины растение также становится водянистым становится даже если она находится на палящем солнце то есть если у него даже температурный и световой режим максимально приближены к естественным и вот потребляя огромное количество азота суккулент вашу ну так и скажу он становится уродцем поэтому азота должно быть в комплексе удобрения очень очень мало также следующий компонент это калий калий регулирует рост растения также если азот дает максимальный рост о калий как бы притормаживает и контролирует этот рост также калий способствует формированию плотных кожистых покровов которые защищают растения от воздействия внешней среды от солнца от ветров всяких разных смерчей в условиях живой природы и также калий стимулирует хорошее цветение и также воздревание семенных коробочек в большом количестве калий имеет обратный эффект он замедляет рост розеток и вызывает отмирание корней поэтому везде должна быть золотая серединка следующим компонентом входящим состав комплексных удобрений жидких но в основном тех которые используются суккулентоводами которые продаются в каждом цветочном магазине следующий компонент это фосфор вот если азот нужен для вершков то фосфор нужен для корешков также фосфор влияет на закладывание цветочных бутонов у растения также он влияет на цветение на жизнеспособность семян недостаток фосфора можно ну скажем так заподозрить точно установить нельзя но предположить можно что если ваше растение долгое время не цветет при соблюдении всех нормальных условиях температурного режима света нормального грунта урегулированного полива и растение долго не цветет это значит что можно предположить с большей степенью вероятности что растению также не хватает фосфора следующий компонент кальций кальций это очень и очень важный элемент также как человеку кальций нужен для растения в построении скелета то есть в построении розетки в формировании розетки также кальций является строителем для колючек у кактусов для каких-то щетинок вот как на этой хиверии приблизительно не могу резко сделать но заметно да что тут щетинки есть иголочек на концах листиков то есть вот если у вас растение с иголками на концах они быть там не должны ну вот допустим вот на этой розетке вот приглядитесь вот иголочки они есть до видны немножко съемщик из меня плохой но вот иголки они просматриваются они живые они здоровы и то есть у них такая же структура как и у остального листа в окончании вот этого листа точно такая же структура она водянистая нормально развитая но если эти иголочки вот эти они будут засохшие то есть если кончики листьев сохнут это сто процентов значит что растению не хватает кальция это однозначно также при недостатке кальция корневая система тоже очень слабо развита ну вот самым основным признаком что растению не хватает кальция это слабо развитые колючки на кактусах и иголки на окончаниях листьев эхиверий мелкие щетины либо редкие щетина есть такие щетинистые эхиверии типа сет оливер пульвинаты различные вот это сто процентов значит что растение не хватает кальция обычно в удобрениях для кальция для суккулентов используют такую формулу нпк где н это азот п но это все на английских буквах н азот п это фосфор и к это кальций и соотношение этих букв на растениях на этикетке удобрения с удобрением должно быть приблизительно 5 10 5 то есть пять процентов от всего количества удобрений минеральных веществ в этом удобрении это азот 10 это фосфор и 5 это кальций также калий потом уже дальше идет магний но и другие компоненты есть фирмы с удобрения которые выпускают удобрения в которых эта формула совершенно другая многие германские фирмы и многие вообще многие иностранные фирмы выпускают для суккулентов удобрения где азота всего лишь два или три процента от всего всех составляющих компонентов в данном удобрении также есть пролонгированные удобрения это удобрение в гранулах они покрыты специальной оболочкой которая растворяется и действия у них тоже бывает разное от трех месяцев до 12 месяцев приблизительно тоже зависит от фирмы и зависит от составляющего этого удобрения это удобрение конечно удобрение для ленивых его внесешь почву знамешаешь вместе с грунтом в основном вот иностранные фирмы сейчас все занимаются посадкой растений именно в грунт с вот такими минеральными удобрениями с пролонгированными типа осмокот конечно очень удобно намешал грунт этого удобрения и поливаешь и она себе постепенно разлагается и отдает в почву необходимое количество минеральных веществ конечно же это удал очень удобно но это очень дорого вот поэтому здесь каждый уже решает для себя сам какое удобрение ему выбрать также можно использовать ну такие можно сказать народные средства для подкормки суккулентов это янтарная кислота есть кстати удобрения которые в состав которых уже входит янтарная кислота вот у меня допустим вот это удобрение это удобрение не для суккулентов а для всех комнатных растений здесь состав его не знаю приближу нет вот так вот смотрите здесь азота 6 фосфора 3 калия 7 магний полтора железа 0005 так а где что-то и вот и янтарная кислота и вот здесь тоже по моему было написано с магнием и янтарной кислотой но это удобрение она больше подходит для хотя процента азота здесь можно сказать небольшой потому что бывают удобрения вот именно вот этой фирмы бывают удобрения в которых процент азота 8 9 7 здесь процент азота 6 то есть от пятерки далеко она не ушло вот я недавно подкормила свои растения все вот этим удобрением потому что другого у меня нет магазина сейчас все закрыты в связи с коронавирусом и не знаю когда они откроются вот и купить мне сейчас удобрение практически негде и вот что было я его слепила из того что было и вот это удобрение я просто разбавила с меньшей дозировкой чем указано в инструкции то есть там написано на полтора литра по моему воды до на полтора литра воды там 1 4 колпачка ну а я где-то наверное взяла одну шестую может быть одну седьмую где-то так и подкормила растение потому что у меня многие растения как я уже в предыдущих видео своих рассказывала они у меня очень многие в этом году пострадали от трипса вот как раз вот трипсовая тэхиверия вот макушку не обновилась она хорошенькая что такое вот а листья видно вот эти что они погрызены на них шрамчики растения такие которые были погрызены трипсом они может быть трипс я так подозреваю что трипс когда грызет растение он может быть выделяет какие-то вещества свои в растении вот и они наверное как-то каким-то образом замедляют рост потому что грызенные трипсом растения очень долго думают останавливаются в росте и потом когда они трогаются в рост это происходит неактивно и вот чтобы простимулировать их рост чтобы немножечко возвратить их жизни я их всех подкормила таких растений у меня очень очень много было какой-то повредилась максимально сильно какой-то чуть-чуть но дело в том что я их проливала все когда вот это у меня случилось нашествие трипсовые я их проливала всех актарой всю коллекцию проливала актарой ну а внесение вот этих ядохимикатов в почву конечно же нарушает ее структуру конечно же какие-то там происходят реакции в почве которые я думаю неблаготворно сказываются на развитиях растений хотя знаете сильно это не очень заметно но все равно все равно вот из зимы они у меня вышли такими некрасивыми потому что они были несколько раз политы ядохимикатами это конечно же тоже стресс для них и вот чтобы их порадовать чтобы им показался мир прекрасным я их решила всех досконально подкормить ну и возвращаясь в янтарной кислоте подкормка янтарной кислотой она должна быть если вы надумаете вот это сделать то подкормка янтарной кислотой на должна быть одноразовая то есть едино единократная разовая то есть вот в янтарной кислотой подкормили свое растение и все и больше вы никогда не возвращаетесь к этому потому что но это же не я придумала я просто это читала что почему она должна быть единократной там не написано но я так думаю что растение от янтарной кислоты получает какой-то своеобразный стимул роста стимул развития это наверное знаете как сейчас я вспомню как называется лекарство вот в суставы делают лекарства суставы так 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 сейчас ставила на паузу напрягала свои мозги и наконец-то вспомнила называется это лекарство дипроспан то есть по-другому это блокада вот допустим если у человека ну грубо заклинило руку заклинило коленку палец там где-то мне кстати делали дипроспан в палец потому что у меня но не буду вдаваться в подробности в общем результат конечно от этого укола волшебный сразу восстанавливаются все функции такие с какими наверное человек рождается и когда у него ничего не болит это прям замечательно но дело в том что дипроспан часто делать нельзя тоже его желательно делать единократно потому что он использует все внутренние резервы организма то есть он собирает ну как бы черпает и собирает в одно целое все те резервы организма суставов там туда куда делается этот укол в какой орган и он делается и и вот эти все эти резервы которые дипроспан собирает в кучку они как бы являются лежат за кромах у нашего организма и используются в экстренном случае то есть допустим если у человека там что-то болит то организм борется прикладывает свой иммунитет и какие-то внутренние силы дает к излечению этого заболевания а дипроспан просто но как бы концентрирует эти все внутренние силы вот так и янтарная кислота я думаю она собирает все внутренние резервы растения и после нее растение чувствует себя прекрасно прекрасно начинает активно расти колоситься становится жирным но его ее использовать нужно единократно чтобы не навредить растению и чтобы после второго использования она вас просто напросто не погибло потому что эти все резервы которые заложены внутри они будут уже исчерпаны польза конечно янтарной кислоты она колоссальная она помогает растению как я уже сказала расти то есть рост растений активизируется также улучшает усвоение растениями микроэлементов находящихся в почве помогает растению справляться с различными стрессами также янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы нормализует жизнедеятельность органе микроорганизмов находящихся в почве то есть это можно сказать панацея продается янтарная кислота в аптеках в таблетках но я я допустим встречал ее в таблетках в жидком состоянии я не знаю продается на или нет я покупала в таблетках одна таблетка там она по моему 0 1 грамма разводится где-то на полтора литра воды но и поливается точно так же как и при обычном поливе полили и все но единократно то есть раз в жизни вы должны полить свое растение янтарной кислотой но не должны это на ваше усмотрение но только один раз если вы уже решить это сделать так следующее такие народные средства это подкормка золой древесной древесная зала зала это уникальная подкормка она мне кажется доступна всем потому что костры есть везде набрали зал и и развели разводит ее приблизительно 1 к 3 настаивают трое суток добавляют в воду этот раствор и поливаю точно так же как при обычном поливе древесная зала вот этот вот раствор настоя древесной золы он богат калием фосфором там присутствует по моему тоже магний и вот этот раствор он способствует цветению формированию правильной розетки формирование стебля ну в общем тоже она очень полезна и очень доступная ну и последнее наверное вот это народное средство которое я хотела сегодня сказать все думала забуду забуду но вспомнила это яичная скорлупа наверное многие из вас кто не добавляет вот сейчас послушайте и обязательно добавляйте в почву яичную скорлупу дело в том что яичная скорлупа она содержит огромное количество кальция и а так как я уже рассказывала на что влияет кальций это скелет растения это скелет розетки это формирование стебля формирование колючих щетинок и вот помимо этих свойств также яичная скорлупа она борется с закислением почвы и также является хорошим разрыхлителем поэтому в состав почвы и и очень даже полезно добавлять но конечно не в бешеном количестве такое чтоб вот там одна треть яичной скорлупы остальное все грунт нет конечно но десятую часть от всего состава грунта можно добавлять вот как я это делаю меня очень много в почве яичной скорлупы не знаю здесь вот видно будет она как бы вот даже видно смотрите вот по краю горшка это вот яичной скорлупинки вот на этом горшке видно до ребрышки одно второе вот вот это вот третье и так в каждом горшке если приглядеться я после использования яиц скорлупу собираю в отдельном блюде на холодильнике там наверху там температура выше но там все просыхает я ее их яйца я не мою потому что белка там остается очень мало он высыхает и слишком большой органикой это засохший белок в таком количестве он не обладает поэтому я все это потом толку эти высохшие скорлупки я толку толкушкой измельчаю до таких до фракций где-то 2 3 4 миллиметра один как получится но желательно не крупнее и все и добавляю в почву когда мешаю грунт и постоянно этим пользуюсь мне очень нравится сквозь скорлупу яичную проходит хорошо влага она очень рыхлит почву и также при соприкосновении с водой она постепенно разлагается и этот кальций выделяется в почву и растение его потребляет ну вот и все наверное что я хотела сказать про удобрение суккулентов сейчас уже наступила та пора когда можно и нужно удобрить суккуленты но если у вас допустим нет удобрения или если нет у вас показания к этим удобрением то можно и вообще забыть про это удобрение и не использовать его около года даже да и два года даже растение пробудут без удобрения ничего с ними такого страшного не случится но опять я же говорю я вот в этот раз удобряла вчера я кстати всю свою коллекцию полила и удобряла я только потому что многие мои растения они очень стрессовали зимой я просто решил их порадовать побаловать и дать им понять что жизнь хороша но вот допустим вот эта розетка конечно она страшненькая но она ярче намного чем сейчас снимает камер потому что свет у меня тусклый при тусклом свете почему-то вообще все белесая стала они намного ярче вот эта девочка моя она очень яркая тут у напрям какая-то белая ну ладно не это не суть вот сейчас покажу вам как всегда по окончанию видео поближе все растения хиверия пикоки это лау это шавиана pink frills мне еще одна есть другая это хиверия корейская кэрл вот так вот окрасилась она уже у меня на улице розеточка пустилась в рост кстати очень долго принимала принималась отсушила много листьев это вот принялась и зацвела такой цветоносик это его ними ионим domesticum и так раз слова то sunset или gold она летом на солнце станет полностью вот сейчас она уже начала проявляться эта красота и и а вот эти белые пятнышки это я как-нибудь сниму видео про красу и и подробнее расскажу эти белые пятна это через споры у красу у красу вот на листиках если приглядеться есть споры и вот через эти споры растения выделяет лишнюю влагу и влагой выделяются минеральные вещества и высыхая они вот так такими вот белесыми крапинками получаются на краях листьев и нас на вообще на на самом листе вот где белые точки это поры красу и это эхиверия канты это эхиверия блумист это красоту липстик вообще я обожаю огаводные огавоидные эхиверии обожаю они такие классные никогда не тянутся у них идеальная форма лотос лилия такая водяная сейчас вот через дырку попробую вот отсюда снять розетку вот это эхиверия вообще особенно на солнце структура листа у нее такая своеобразная прям блестит переливается вся но сейчас плохо очень видно но все равно как бы видите как блесточки на ней такие мелкие иголочки на ней она со временем окрасится вот она уже начала окрашиваться на будет такой желтоватого цвета оранжевого и колючки вот эти станут более темные более большая площадь будет окрашена но необыкновенная будет эта красотулька прощаюсь сегодня с ней послезавтра на меня полетит в белоруссию это крестовник хаварта красивый метафред айвс это шавиана стректифлора погрызенная трампет пинки вся такая тоже покоцанная весь налет потому что два раза в день выставляю заставляю горшки на полку но естественно при таком воздействии налета не будет ни капли это лилоцина это албакарина то здесь детский сад из корейцев как нибудь расскажу соберу все те растения которые я покупала в январе о которых рассказывала и вот покажу какими они стали чтобы сравнить это подвид шавианы забыла как она называется забыла забыла хочу спать уже просто время очень поздно уже сейчас много времени это вот летучий голландец который свалился с полки весь по перемелся ну держится листики там новенькие лезут это подвид лау не чистая лау вот это вот чистая лау а это гибрид лау это хиверия джон дэниэл вот такая она красотулька тыльная сторона лист листа у нее прямо бордовая уже вишневая сейчас начала набирать окрас на солнце вот это краску к тоже прикольная очень прикольная это сапсиселис обожаю ее у нее такой налет мощный сейчас она страшненько и на камеру на свету она прям такого сиреневого розового оттенка это хиверия марани тоже вот такая тыльная сторона листа красная красная кайма сейчас она будет красивая это хиверия разновидность хиверия перл фон нюрберг называется перву пер ну и все вот сейчас пойду отнесу растения ну и на это на этом наверное закончу всем желаю здоровья желаю здоровья вам и вашим растениям вашим родственникам желаю вам не заболеть не заразиться коронавирусом берегите себя и своих близких все всем пока пока